На Беларусь 4 программа де-факто. Мы подводим итоги недели. Вспоминаем самые громкие происшествия и чрезвычайные ситуации. В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Сумма взятки – миллион российских рублей. В суде началось рассмотрение дела бывших топ-менеджеров Злина и директора предприятия Бянксильмаш. Остались живы, но без крыши над головой. В Петриковском районе из-за утечки газа сгорел частный дом. Почти 20 тысяч долларов, напечатанных на принтере, правоохранители перекрыли канал ввоза в страну поддельной валюты. Шел на хоккей и нес с собой топор и ножи. Следователи продолжают изучать намерения подростка, которого остановил ОМОН. Когда чистая вода не радует в жалобах по установке фильтров и манипуляциях с доверчивыми людьми, разбирался Алексей Немкевич. Что нужно знать, чтобы не стать жертвой мошенничества посредством интернета? Рекомендации компетентного эксперта. А также спасенный ребенок, неудачная работа болгаркой, полный провал вылазки за пивом в рубрике «Я очевидец». Оставайтесь на канале. Начнем с обзора криминальных событий и происшествий за неделю. Получение взятки в суде железнодорожного района Гомеля рассматривается обвинение, предъявленное сотрудником руководящих должностей Гомельского завода «Литья и Нормали». Заместителю директора предприятия по коммерческим вопросам и начальнику отдела внешней кооперации вменяется получение взятки. Ныне подсудимым ее передал директор предприятия «Брянск-Сельмаш» за благополучное решение вопроса о поставке назлин комплектующих для нужд завода. Сумма взятки составила 1 миллион российских рублей. В момент сделки всех троих задержали сотрудники КГБ. Остались живы, но без крыши над головой. В Петриковском районе из-за утечки газа взорвался частный дом. 16 декабря спасатели Петриковского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре в доме на улице Коммунальной в деревне Средняя Рудня. При подъезде к месту вызова было установлено, что деревянный жилой дом полностью охвачен огнем. На момент возникновения пожара хозяйка домовладения совместно с супругом находились в сарае. В доме топилась печь. В момент открытия входной двери произошла вспышка газовоздушной смеси с последующим горением вентиля газового баллона. Самостоятельно потушить огонь хозяевам не удалось. Мужчина получил ожоги лица и руки, был госпитализирован. Два пожара в одном подъезде с разницей в 24 часа. Поджог или случайность. В одной из многоэтажек областного центра сгорели бытовки. Первый случай произошел около 5 утра 17 декабря. Спасатели выехали на пожар бытового помещения в доме номер 97 по улице Советской. Очаг возгорания находился между первым и вторым этажами. А потом инцидент повторился. В этом же подъезде горела бытовка этажом выше. В обоих случаях пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Эвакуация жителей не понадобилась. Пострадавших нет. В качестве версии возникновения пожара рассматривается занесенный источник зажигания извне. В Гомеле на этой неделе многие горожане стали заложниками транспортного коллапса. Большой затор произошел на улице Интернациональной из-за ДТП. По одной стороне дороги троллейбусы стояли в ряд от улицы Гагарина и до Вечного Огня. Автобусам с маршрутками и автомобилям приходилось делить между собой две оставшиеся полосы. Само ДТП, по версии очевидцев, легкое. Автобус въехал в небольшой грузовой автомобиль на перекрестке Интернациональной и Гагарина. Обошлось без жертв. Пострадавшим оказались гомельчане, которые попали в затор и, вероятнее всего, с опозданием добрались до места назначения. Силовики перекрыли канал ввоза в страну фальшивой валютой. Речь о сумме почти в 20 тысяч долларов. Задержаны двое жителей Минска и Бреста, которые участвовали в доставке фальшивых купюр из Украины. В операции по изобличению преступников участвовали сотрудники МВД и таможенного комитета. Несколько недель подозреваемые находились у правоохранителей, что называется, под колпаком. За ними следили, чтобы вывести на чистую воду всю цепочку фальшивомонетчиков. Изъятые у них купюры достоинством в 150 долларов США были изготовлены при помощи струйной печати. Всего было изъято около 20 тысяч американских долларов. Совсем немного осталось до наступления Нового года. Повсеместно в области будут проходить праздничные мероприятия, на которых планируют побывать тысячи людей. Насколько правдан осмотр личных вещей посетителей, случай на прошлой неделе доказал, что на все 100%. В рюкзаке у подростка, который шел на хоккей, сотрудник ОМОНа нашел ножи и топор. Подробности в следующем материале. В Гомельском ледовом дворце проходили игры детского хоккейного турнира. Сотрудники милиции осуществляли охрану общественного порядка спортивного мероприятия. Задача ОМОНа в таких случаях не дать пронести на трибуны опасные предметы. Спиртное, флаги, плакаты, растяжки и другую продукцию экстремистского толка. Бдительность проявил командир отделения роты отряда милиции особого назначения Юрия Путьков. Безопасность при проведении массовых мероприятий на территории города и области лежат на подразделении, на нашем подразделении. Этот день не стал исключением при досмотре молодых людей, одного молодого человека. У него в рюкзаке был обнаружен топор, нож. При более тщательном досмотре за поясом был обнаружен нож в нужных. На место происшествия была вызвана следственная оперативная группа, которая продолжила заниматься молодым человеком. 17-летний парень не смог внятно объяснить, для чего ему необходимо такое снаряжение и зачем он принес его на хоккей. К тому же среди личных вещей школьника была найдена металлическая фляжка со спиртным. В тот же день в доме подростка прошел обыск, в ходе которого в его комнате милиция обнаружила более 20 патронов. Молодого человека задержали. Боеприпасы отправили на экспертизу. В пятницу на экспертизу поступили патроны, которые по результатам проведенной экспертизы являются боеприпасами к ручному стрелковому нарезному огнестрельному оружию калибра 9 мм, пригодными для производства выстрелов. В ходе проверки был проведен мониторинг страниц молодого человека в соцсетях и изучены фотографии, содержащиеся в памяти смартфона. Выяснилось, что у парня достаточно опасные наклонности. Также школьник состоял в некоторых специфических сообществах. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 295 Уголовного Кодекса Республики Беларусь. Незаконные действия в отношении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Правоохранители проводят необходимые следственные, экспертные и оперативные мероприятия в целях установления причин и обстоятельств произошедшего. Также изучаем образ жизни подростка, который к слову к административной уголовной ответственности не привлекался. Следователям еще предстоит выяснить, откуда у 11-классника взялись боевые патроны к пистолету Макарова, с какой целью он их хранил и для чего принес ножи на хоккейный матч. Вполне возможно, что отлаженная работа по проведению массовых мероприятий и внимательность сотрудников милиции помогли предотвратить трагедию в нашем городе. Когда чистая вода не радует, манипуляции с доверчивыми людьми уже давно перестали быть случайностью, теперь это обыденная реальность. И в категорию риска первыми попадают пожилые люди. В нашем следующем сюжете речь пойдет о продавцах фильтров для очистки воды. В начале зимы заявления в милицию на них написали сразу несколько жителей Лоева. Что из этого вышло и почему такой бизнес приносит лишь дыры в бюджете покупателей? В репортаже Алексея Немкевича. В тот день на этой улице было многолюдно. В райцентре проходило собрание, на которое местных жителей пригласили незнакомые мужчины и женщины. Главной темой стало качество воды в городском поселке. 68-летняя Анна Степановна вспоминает, что к ней, ее мужу-инвалиду, представительные гости отправились в первую очередь. Зашли. Вот. Третий мужчина пришел. Вот. Это самое. Несет. Вот коробку. Я сначала не поняла, что несет. Ну и мужчина принял все это самое монтировать. Ну минуты за две-три он сделал это самое, установил эту очистку. Я говорю, да это как? Это получается как бы бесплатно? Она, женщина это самое, пишет, пишет что-то и говорит. Подождите, не мешайте мне. Я все это напишу, все это оформлю. Я потом вам на все вопросы расскажу. После установки, по словам пенсионерки, сперва ей назвали сумму в 38 рублей, на которую пожилая женщина, скрепя сердце, согласилась. Подписав бумаги, она отправилась за деньгами, но тут и заявили, что фильтр стоит в 10 раз дороже. Меня требует. Если вы сейчас не оплатите, мы идем в милицию, мы идем в суд подаем, идем в прокуратуру на вас жаловаться. Вы у нас такую дорогостоящую аппаратуру взяли, а деньги вы не отдаёте. Я говорю, да мне она не надо. Забирайся, пожалуйста, ее обратно. Мне она не нужна. Испуганной и растерянной Анне Степановне пришлось доставать то, что было отложено на лечение для себя и на протез для мужа. Но на этом, однако, история не закончилась. Представители компании приходили еще несколько раз, чтобы одолжить деньги за установленные фильтры для нескольких соседей. Всю эту историю женщина расскажет в милиции, а затем позвонив на прямую линию и председателю Гомельского облсполкома. В этот же день последует команда разобраться. Но, как оказалось, претензии фирмы предъявить непросто. Все бумаги в полном порядке, а покупать товар вроде как никто силой не заставлял. В результате проведенной проверки установлено, что в действии сотрудников, которые устанавливали оборудование, отсутствует состав преступления, предусмотрен статьей 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Мошенничество». Организация выполнила свои обязательства в полном объеме. Установленное оборудование соответствует заявленным требованиям. То есть дело перешло в плоскость гражданско-правовых отношений и решать его можно в суде. А здесь буква закона на стороне активных установщиков очистных сооружений. Прецедентов тому немало. Но нашей героине повезло. Анна Степановна сразу после установки сняла аппарат и смогла вернуть за него деньги. Отметим, что такая счастливая развязка случай редкий. Как оказалось, фильтровая эпидемия прокатилась не только по жителям Лоева. Схожие истории звучат из Светлогорской речицы. И что немаловажно, коммерсанты приходили в дом именно к пожилым людям, возраст которых в среднем 70 лет. В сети подобные случаи жизни можно найти на многих форумах и сайтах. К слову, манипуляции на доверие людей далеко не единственный сомнительный вид бизнеса. Если предыдущий пример отношения к уголовному наказанию не имеет, то вот инсценировка ДТП ради получения страховки предусматривает реальные сроки. Идея незаконного заработка пришла неработающему гомельчанину. Реализовать преступные планы он предложил знакомой и еще двум приятелям. У гомельчанки был недорогой фиат, которому требовался крупный ремонт. Злоумышленники решили сделать из иномарки жертву. Липова авария произошла на трассе недалеко от областного центра. Гомельчанка стала потерпевшей, а уроженец районного центра виновником. Вызвали сотрудников ГАИ, оформили необходимые документы. Спустя некоторое время владелица разбитого авто обратилась в страховую компанию. Последние в свою очередь решили уточнить все детали в милиции. Сотрудники уголовного розыска, изучая обстоятельства происшествия, заподозрили, что в деле все не так чисто. В результате оперативно-следственных мероприятий удалось собрать необходимое доказательство о противоправной деятельности группы мошенников. В итоге вместо тысячи базовых сроки от трех до пяти лет с конфискацией имущества. Алексей Немкевич, Андрей Иванов. Специально для программы «Де-факто». Способов относительно честного отъема денег у людей существует огромное количество. Сегодня немалая доля всех преступлений, связанных с мошенничеством, происходит посредством сети интернет. Как раз о них мы и поговорим с начальником отдела управления уголовного розыска криминальной милиции Управления внутренних дел Гомельского обл. исполкома Василием Марченко. Василий Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Итак, Василий Васильевич, перед тем, как мы начнем говорить о буловках в интернете, давайте вспомним примеры из поседневности, где можно рассказать об обычном мошенничестве. На сегодняшний день я бы хотел отметить такие формы мошенничества, как гадания, услуги экстрасенсов. Когда родственники или просто знакомые уговаривают друг друга приобрести в рассрочку или в кредит взять, они просто не выполняют те обязательства, которые изначально договаривались. Еще бывают такие формы мошенничества, когда индивидуальные предприниматели, частные предприятия заключают договора на поставку мебели, на изготовление мебель, на изготовление окон. Впоследствии берут аванс, заключают даже договора через банк об рассрочке платежа. Банк перечисляет. Люди становятся заложниками этой рассрочки. Естественно, товар они не поставляют, не поставляют окна, не поставляют двери и не выполняют свои договорные обязательства. А как определить? Перед вами мошенник предприниматель, либо добросовестный человек? Чтобы это определить, достаточно взять тех же самых знакомых, которые уже работали с данным предприятием, с данным индивидуальным предпринимателем, которые у себя зарекомендовали с положительной стороны. Но это тоже небольшое основание. В настоящее время рынок наших услуг, оказываемых на наших просторах Республики Беларусь, очень велик, и множество людей скрываются как за положительными, скажем, лицами, которые занимаются, я имею в виду, изготовлением мебели, так и отрицательными. Стоит все-таки обратить внимание на имидж, наверное, да, этой компании, этой фирмы, расспросивших клиентов, отзывы, посмотреть внимательно. Да, в том же самом интернете посмотреть. Сегодня интернет, конечно же, тоже кишит различными видами мошенничества. Что можно сказать об основных таких формах? Ну, в интернете на сегодняшний день у нас взламывают странички. В основном это социальная сеть ВКонтакте. Значит, как происходит там у нас взламывание? Хакеры, чаще всего, находясь за пределами Республики Беларусь, получают так называемый несанкционированный доступ к компьютерной информации. Они делают зеркальную страничку и от имени уже наших потерпевших заходят к ним на сайт. Под видом их близких родственников, под близких знакомых. И, как правило, это небольшие деньги, просят их перечислить, им небольшие суммы денег. На доезд, то есть на билеты, проезд какой-то, для того, чтобы купить какие-то лекарства. Суммы, опять же, говорю, небольшие. Наши граждане, не задумываясь об этом, не перезванивая, не уточняя эту информацию, перечисляют им эти деньги, а потом уже, когда они, извините, мне нажали эту кнопочку Enter, значит, деньги ушли, они начинают звонить. И в итоге оказывается, что наш его брат, родственник какой-то, он ничего такого подобного не сообщал, и в интернете в этот момент даже и не находился. То есть основная схема развода, это представиться другом в интернете, зайти, писать сообщение с его страницы, например, и таким образом выживать деньги. Да, это именно по этой форме мошенничества, которая, помимо этой формы мошенничества, у нас есть и другие, в плане покупок каких-то вещей через интернет. Тут уже, наверное, речь о данных банковских карт идет, да? Когда злоумышленники завладевают этими сведениями, и потом уже совершают покупки, либо обналичивание средств. Естественно. А когда идет дело о банковских карточках, здесь я бы рекомендовал даже гражданам всех, чтобы платеж прошел по интернету, три вещи необходимо бандитам знать или преступникам знать. Это первое. Это номер нашей банковской карточки. Второе. До какого срока действует эта наша банковская карточка. И на обратной стороне карточки есть контрольные три цифры. Если преступник знает эти три положения, то, естественно, он может спокойно провести платеж. Был у нас случай, когда потерпевший остался без телефона, и у него на телефоне осталась фотография с его банковской карточки. И злоумышленник таким образом на Алиэкспресс, на Амазон, начал осуществлять платежи с помощью его банковской карточки. Достаточно было без участия самого потерпевшего. А каким образом еще злоумышленники получают эти сведения? Кроме того, что где-то там в фотографиях на телефоне. В интернете как это происходит? В интернете элементарно получают они эти сведения. Опять же, когда люди совершают покупки через интернет, они заказывают какие-то вещи, которые у нас на самом деле в магазинах, они стоят, определенную цену в интернете они стоят в два раза дешевле, то и в три раза дешевле. Опять же, для совершения платежа они предлагают нашим гражданам опять указать те же самые три положения. То есть нормально, добросовестный продавец не будет спрашивать эти сведения, запрашивать? Нет, добросовестный продавец тоже запросит эти сведения, но добросовестный человек поставит тот товар, который наш человек заказал. А недобросовестный он получит деньги, извините меня, а в итоге окажется, что товар он не поставил. И человек остался без товара. Этих обращений у нас тоже достаточно хватает. И практически каждый день у нас люди обращаются с заявлениями. Давайте поговорим о блокировке компьютера. Здесь тоже существует определенный нюанс, когда люди не могут открыть Windows, и им приходит сообщение, что ваш компьютер заблокирован, и чтобы его разблокировать, нужно внести определенную сумму денег и прямо сейчас. И некоторые, конечно, клюют на эту ловку, потому что не могут ничего подделать своим компьютером. Как его разблокировать и как не попасться на лову мошенников? На сегодняшний день актуальность блокирования компьютера с внесением в базу вредоносных каких-то программ уже не так актуальна, как было примерно год назад. А на сегодняшний момент актуален вопрос, когда наши граждане заходят на сайты для взрослых. Им приходит, сблокируется, естественно, блокируется компьютер, им приходят сообщения, уведомления, что в отношении вас от имени МВД начинается административный процесс. И чтобы разблокировать компьютер, вам необходимо внести определенную сумму денег. И опять же, эта сумма денег уходит на электронные кошельки какие-то. Но поверьте вы мне, МВД никогда не блокирует компьютеры. А обычно именно такие заставки появляются на мониторах? Да, обычно такие заставки. Иногда даже пишут злоумышленники о том, что вы согласны федерального закона Республики Беларусь. Федеральный у нас закон только в России существует. В Республике Беларусь у нас просто закон Республики Беларусь или уголовный кодекс Республики Беларусь. То есть человек, когда увидел эту программу, чтобы разблокировать, если он стал... В любом случае нашему человеку необходимо не перечислять эти деньги никому. Обратиться просто в органы внутренних дел. Чтобы понять, кто против вас действует, мошенники или нет, достаточно внимательно прочитать текст сообщения. И там уже можно найти ответы и подсказки. Сегодня все больше становятся пользователями пенсионеры. Они даже активно, некоторые из них чатятся в интернете. Что бы вы хотели им сказать, чтобы эти люди также не попадались на ловки мошенников? Да, были у нас случаи, когда и пенсионеры, изучая и знакомясь с интернетом, а сегодня это уже модно для них, всплывали окна, где они могли бы помочь каким-то социальным проектам, каким-то... таким же пенсионерам, как и они сами, всплывают окошко. И опять же тот же самый способ действует. Перечислите определенную, опять же, небольшую сумму. Пенсионеры с их доверчивостью, естественно, начинают об этом думать и перечислять. И желанием помочь кому-то. Конечно, конечно, наши пенсионеры не очень порядочные. Как им проверить этот проект, реальный или нереальный? Вот на какие моменты и тонкости обратить внимание? Желательно не вскрывать эти сайты, потому что... Не открывать окошки, не открывать те программы, которые с помощью открываются. Ну, просто, опять же, надо подумать о том, что это может быть человек, который впоследствии, пускай он не заразит ваш компьютер, а начнет просто-напросто постепенно, плодотворно вымогать посредством сети интернет у вас какие-то... пускай это небольшие деньги, но деньги. А для пенсионеров каждая копейка важна. Пускай пенсионеры ни в коем случае, опять же, то, что я и говорил, не сообщают никакие данные своих пластиковых карточек. Не покупают дешевле, я знаю, что каждый пенсионер ходит у нас в магазин, каждый пенсионер знает сумму или знает цену, где, в каком магазине у нас на сегодняшний день дешевле что-то. Поэтому, гоняя за дешевизной, в интернете, скажем, они могут купить что-то, то же одеяло, то же еще что-то, какие-то продукты, которые будут стоить дешевле, но впоследствии они могут или не поставить, или те продукты будут не такого, того качества, которое необходимо. Самый главный девиз в данном случае – это бесплатный сыр, он только в мышеловке. Василий Васильевич, большое вам спасибо за интересные советы и конструктивный разговор. Спасибо вам, Александр. Телезрителям напомню, что о видах мошенничества, которые сегодня встречаются и в интернете, и в повседневности, мы разговаривали с начальником отдела управления уголовного розыска криминальной милиции Управления внутренних дел Гомельского облсполкома Василия Марченко. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец». Подборка происшествий и интересного видео, снятого людьми со всего мира. Во Флориде камера на парковке запечатлела погоню за подростком, который украл из ювелирного три золотых кольца стоимостью по 850 долларов каждая. За грабителем гналась охрана, но парня ожидал кроссовер, за рулем которого находился подельник. Они смогли уехать, однако в последний момент, когда воришка садился в машину, охранник выстрелил в него и причинил смертельное ранение. А это инцидент на английской заправке. Пассажиры подожгли автомобиль такси. Они попросили водителя остановиться на заправке, чтобы купить пиво. Но вместо этого один из них вышел, достал из колонки пистолет, вылил остатки бензина на заднее сидение и поджег салон. Когда водитель понял, что происходит, то было поздно. Поджигатели сразу убежали, а машину быстро охватило пламя. В Лос-Анджелесе стритрейсер отправил в больницу двух девятилетних девочек. Его спортивный автомобиль столкнулся с легковушкой, когда та выполняла левый поворот. В итоге в крайне тяжелом состоянии в больницу попали дочки женщины-водителя, которая также пострадала. Стритрейсер сбежал. Его соперник по заезду тоже. Он не остановился после аварии, чтобы оказать помощь. Сейчас виноватых разыскивает полиция. В Махачкале двое мужчин спасли пятилетнюю девочку, которая выпала из окна пятого этажа. Они буквально поймали малышку на лету. Это были водитель маршрутного такси и его приятель. Ребенка, висевшего на подоконнике, они заприметили еще в машине и сразу же поспешили на помощь. Сорвавшуюся девочку им удалось поймать. Она получила лишь незначительные ушибы, а вот один из героев вывихнул себе кисть и растянул сухожилие. Мама чудом спасшейся малышки была в тот момент в магазине. Бахнуть может не по-детски, если шлифовать бочку из-под горючего болгаркой. Именно это и произошло с героем данной видеозаписи. Металл нагрелся, пары в бочке воспламенились и рвануло так, что мужчина практически исполнил сальто. К счастью, остался жив и наверняка извлек урок. На дорожные знаки надо обращать внимание, а то может приключиться история, как с водителем легковушки штата Индиана, США. Мужчина не заметил знак, предупреждающий о том, что его полоса будет сужаться, и попал в тиски между бетонным отбойником и грузовиком. Потом машину занесло и откинуло под колеса фуры. К счастью для водителя, телесные повреждения оказались куда более легкими, чем механические. Машина восстановлению не подлежит. А на этих кадрах чудом избежал увечий рабочий, который в цеху вместе с коллегами устанавливал тяжелую металлическую балку. Кран, который ее поднял, накренился и вместе с грузом рухнул вниз. Балка обрушила строительные леса и едва не придавила рабочего. В таких делах, как говорится, семь раз отмерь, один отрежь. Американские спасатели показали, как может быть опасна новогодняя елка, если беспечно отнестись к выбору светодиодных гирлянд и удлинителя. За минуту дерево охватывает пламя, а через две оно уже бушует во всей гостиной. Шоу по технике безопасности работники 911 показали в Пенсильвании. Получилось эффектно, а главное – поучительно. Уголовное дело возбуждено по факту обрушения крыши в поселке Дзержинске Московской области. Там во время проведения ремонтных работ по замене кровельных материалов нагрузки не выдержали металлические и бетонные элементы потолочного перекрытия. Три человека погибли, 12 были травмированы. Следственный комитет России ведет расследование. А это кадры из Бельгии. Желание выпить пиво явно превзошло здравый смысл. Этот вор дважды пытался с добычей перемахнуть через забор супермаркета и дважды зависал на острых шпилях. В первый раз прохожие его спасли, а во второй решили передать полиции. Вор так сильно зацепился за ограждение штаниной, что висел на нем вниз головой вплоть до приезда правоохранителей. В общем, взяли, а точнее сняли преступника тепленьким. Но все рекорды тупости побил пьяный грабитель из Флориды. Во-первых, он надел маску только в самом магазине, из-за чего наружные камеры успели запечатлеть его лицо. Во-вторых, грабил кассу без оружия, чем вел в некий ступор продавцов. А в-третьих, прихватив с собой ящик с наличностью, перепрыгнул через прилавок и упал на пятую точку. После мягкой посадки он попытался поднять ящик, но ему помешал работник магазина. Ушел чудной грабитель ни с чем, и его быстро отыскала полиция. Такими событиями запомнилась уходящая неделя нашим корреспондентам. На сегодня все. Увидимся в это же время ровно через неделю. До свидания.